Перед входом в красную зону моноинфекционного госпиталя медперсоналу предстоит полностью упаковаться, не оставив на теле незащищенных участков. Итак, дважды в течение 12-часовой смены. Действие настолько привычно, что на одевание уходит 3-5 минут. Через 6 часов мы выходим из зоны, кушаем, отдыхаем и потом помешиваем. Сегодня этот навык освоила и заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. В ходе рабочей поездки она посетила моноинфекционный госпиталь, в том числе и красную зону, пройдя путем медперсонала и пациентов. Я сегодня прошла вот этот вот мастер-класс от моногоспиталя 3-й областной больницы. Как правильно одеться, как правильно раздеться, как всю себя обработать, как остаться безопасным для окружающих. Возникает такое уважение к труду и к тому, что люди 2 года уже вот в таком автоматизме работают. В приемное отделение госпиталя поступают пациенты не только из Тобольской района, но и соседних Вагае, Увата и их районов. Заболевших ждет обследование для дальнейшей диагностики. У пациента измеряется сатурация, артериальное давление, пульс, записывается ЭКГ, лабораторные показатели. Уже когда готовы, то есть на основании комплексного, так скажем, обследования, производится решение о госпитализации пациента. В первые 4 часа после госпитализации необходимо назначить лечение, учитывая возможное сопутствующее заболевание. Один из видов рентгенологического исследования, то есть это может быть компьютерная томография, может быть обзорная рентгенография. С учетом того, что оборудование, которое находится у нас в госпитале, оно одно из самых современных, цифровые технологии. Как куратор проекта «Здоровое будущее», вице-спикер областной думы в ходе совещания обсудила вопросы оказания первичной медицинской помощи, в том числе и на селе, углубленной диспансеризации и постковидной реабилитации. Остро стоит и кадровый вопрос. Многим специалистам во время пандемии пришлось переквалифицироваться, работая в моноинфекционных госпиталях. Они прекрасные специалисты, они могли быть полезны еще большому количеству людей. Когда у нас сегодня какие-то возникают ситуации, пациенты говорят, ну вот нам нужен специалист. Ну, понимаете, система здравоохранения устроена так, что специалист нужен там, где вот это между жизнью и смертью. А здесь на самом деле это так. И они ежедневно спасают людей от смерти. Наталья Шевчик высоко оценила работу Тобольского госпиталя, назвав его «золотым фондом областного здравоохранения». Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.